Гусь с яблоками, запечённой на квашеной капусте с черносливом. Всем на вас! Приветствую вас на моем канале. Мы вот, видите, у нас при Рождественнились, при Шотландиились. Мы были в отпуске в Шотландии. Будет ролик из Эдинбурга. И мы сегодня идем на кухне и делаем гуся. 4,5 килограмма. Распаковываем. Итак, гуся распаковали. Я его помыла, обсушила, обсмолила. Он вот жирненький, блестит, красивый. Выбрали то, что у него внутри было. И вот сейчас его как бы натирать надо, да? Помариновать и оставить мариноваться. Что я для маринада беру? 2 столовые ложки соли, столовую ложку перца, перец черно-молотый, и 2 столовые ложки тьмина. Все. Никакого меда, ни горчицы, ни там каких соков гранатовых. Ничего не надо, потому что это мясо ароматное, вкусное, специфическое. Не надо его переворщать. Что я делаю? Я выбираю кости. Их можно не выбирать, можно вот так вот натирать и вот так запекать. Я кости выбираю, потому что, во-первых, быстрее будет запекаться, быстрее лучше промаринуется, ну потому что если внутрь там натируется, ну потому что там кость, да? Такой. И там внутрь натирется. Ничего, да? Все вот, скажем. И когда уже будет готовый гусь, подавать на стол, намного легче резать на куски, на порционные подавать. И самим брать, и другим подавать и укушать. Выбираем кости. Выбрали кости, вырезали жировик, очистили, обсушили. И вот тут большая грудка. Оставила кости только в ляшечках, пумпачках. Крылья. Этот последний кусок обрезала. Остались два таких сустава. Все. И теперь присыпаем к мариновке. Моя ступочка. Высыпает кмин. Немножко перетру. Сейчас высыпаю соль. Перем перец. Итак, приготовили смесь. И натираем мясо. Итак, птицу натерли, замазали, помяли. Сейчас уколываем его в пакетик. И на ночь в холодильник. Завтра встретимся. Второй день. Одиссея с гусем продолжается. Наш гус маринованный. Вот уже на столе лежит. Яблоки. Лук. Квашеная капуста. Чернослив. Больше нам ничего не надо. Масло для жарки. И лавровый лисик еще добавим. Больше нам ничего не надо. Приступаем. Заливаю чернослив киплом. Лук нарезаю дольками. Сковорода. Масло. И жарим лук. Все. Лук поджарили. Квашеную капусту промываю холодной водой. Выкладываю жареный лук. С чернослива сливаю воду. И выкладываю капусту. Перемешиваю. Плотвень. Выстилаю тефлоновой бумагой. И выкладываю капусту. Яблоки набрезаем дольками. Вырезаем серединки. Шкурки не чистим. Яблоки чем кислее, тем вкуснее. Гусь. Значит, я в связи с тем, что Костя выбирала, по спине зашиваю. Ну, говорят, шапажками закалывать. Ну, знаете так. Я зашиваю, оставляю длинные нитки. Потом, когда прожарится, нитку дёрнула, она выбирается из жареного мяса. И остаётся чистое мясо. Ручки, крылышки заворачиваю. И засовываем яблоки. Зашиваем. Связываем плоги. Всё. Сейчас на противень, если у вас есть, выкладываем решётку такую. Если нету, кладём сразу на капусту. Ничего страшного. Выкладываем гуся. Хорошо, немножко наискосок положим, чтобы попка вместилась. Всё. Итак, гуся приготовили, нафаршировали, подстилочку сделали. Духовку включаем на 200, максимум, 220 градусов. Не вытягивать сколько. Сейчас вливаю полстакана воды на капусту. Больше там ещё не надо. Когда гусь будет запекаться, гусь птица жирная, жира будет много и там всё будет тушиться. Под низ положу противень побольше, что если будет протекать, тут всё, что у меня, как говорится, там ничего не нацекло, будет много дыма. Запекаем, значит. Сейчас ставлю духовку на максимум, на 220 градусов, ну 200 градусов, на полчаса. Потом, если вы оставляете кости, 1 килограмм птицы, 1 час запекания. У меня, как костей нету, то где-то 1 килограмм 40 минут. На 3 часа поставим. Запекаем. Итак, прошли 3 часа. Достаем, смотрим, что у нас получилось. Достаем. Когда гусь птица пожарим, сразу не нарезаем. Ничего. Его накрываем полугой. И, как говорится, даём ему настояться. Больше его часа и даём ему настояться. Ну, хотя бы минут 10-15. Лучше всего полчаса. А мы, тем временем, приготовим картофельное пюре. Гусь с яблоками, запечённой, наквашенной капустой с черносливом. Так, вот наш гусь испёкся. Понжарился, как говорится. Всё, начинки, всё. Отрезается легко, порционно. Как бы их оси нет, можно красиво так расчленить его и по кусочкам вложить. Я спляшечку взяла. Много жира. Гусь птица жирная, жира много. И он вытекает. И чтоб через противень не пересекало, через край, потому что противень не глубокий, его надо сливать. Очень осторожно. Он же кипящий. Это же жир. Обжгётся. Очень осторожно. Жир сольётся, ничего страшного. Капуста прожарится. Она реально прожарилась. Яблочки тоже. Вот смотрите, яблочки мы брали кислые, зелёные. Ну, в магазине не попробуешь, но я всё беру зелёные. Ватные сладкие, но они всегда кислые. И вот смотри, смотрите, мы гуся поджарили. Яблочки форму сохранили, но они тоже прожарились. И кислоту отдали. Не кислые, я уже пробовала. Давайте попробуем. Так, вот, подрезали кусочек. И всё, и всё, знаете, мясо сочненькое такое. С тмином капусту. Просто божественно. Так что, если увидите гуся, покупайте. Конечно, дорого. Вообще-то гусь 20 фунтов. Не знаю, как у вас. Дороговато. Но вкусно. Живем один раз. Праздники каждый год. Раз в год можно как бы себе... Ну, не всегда же курицу жареную кушать, понимаете, да? Божественно. Чернослив. Капуста прожарилась. Запеклась. Не всё время тушёную, варёную. Это запечённая. Божественно. Итак, делайте как я. Делайте лучше меня. Учитесь на моих ошибках. Ставьте лайки. Пишите комментарии. И до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok